Будет весело, если у нас сейчас в списках не окажется. Но такое я вижу первый раз. Мне лично очень это нравится. Не очень. Это просто мне не передать слов. Яна Гребёкс, а я тут кайфую. Слук слышал какой-то? Прекрасное море, пальмы, которые вокруг. И через два часа мы улетели. Ты прям вообще прирожденный барабанщик. Хей, йоу, друзья! Вы же помните, что в предыдущем выпуске мы вместе с вами посетили остров Фуравери, где разбирались в дико отель на природе Мальдив. Так вот, теперь мы движемся на совершенно другой, не похожий на предыдущий остров. Что там будет дальше? Для всех пока нас большой сюрприз. Но в любом случае, это еще один выпуск про Мальдивы. Так что оставайся со мной до конца. С вами Яна Алексеева по наехавшей влог. Погнали! Так, мы приземлились. У нас сейчас, получается, первая высадка. Дальше мы садимся на катер и едем на другой остров. Полет вообще, а на самом деле вообще трансфер вот этот из Мали на острова, это как отдельный вид развлечения. Потому что все снимают всегда, все фото. Посадки, высадки вот эти вот все, они, конечно, тоже добавляют такого экспириенса от путешествия. Здесь вообще, вау, вау, вау. Крисер здесь, она вообще крутая, да. Спасибо. Пока мы немного наслаждаемся здоровенными волнами в окне, расскажу, как проходит любой трансфер на Мальдивы, в отель и обратно. Всех пассажиров всегда сопровождают представители отеля на любом из этапов перевозки. С нами ехали ребята до самого аэропорта, там они помогли получить нам багаж и объясняли, каков дальнейший путь для каждого пассажира. Второй трансфер дается в любом случае на порядок проще, хотя бы потому, что в этот раз со мной есть англоговорящая Женя, которая решает абсолютно все вопросы. И это хорошо. Нам нужен был другой отель, поэтому мы снова вернулись на место, где отель регистрирует своих новоприбывших гостей. Но там никого не оказалось. Мы пришли на стойку нашего следующего отеля, но, похоже, у нас тут никто не сделал. Никого нет, есть списки, по крайней мере, хотя бы есть какая-то живая составляющая, потому что на соседней, вот, например, стойке другого отеля вообще нету даже списков. Поэтому здесь сейчас Женя вон ходит, ищет. Списки проверяет. Будет весело, если у нас сейчас в списках не окажется. Мы есть в списках? В списках есть. В списках мы есть, это уже хорошо. Женя не оставляла попытки найти ребят и пошла узнавать на соседней стойке. Немного ждания, наши ребята, наконец, появились. Они сверились со списком, повесили отельные бирки на багаж и повели нас к причалу. В этот раз мы с вами поедем на катере. Катер – это еще один распространенный вид трансфера. Стоит он гораздо дешевле поездки на гидросамолете, он курсирует круглосуточно, но и ездит в основном до островов, которые находятся недалеко от Мале. Чаще всего отели в такой близости выбирают для семейного отдыха с детьми, так как время в пути не превышает 70 минут. Нам же плыть около 15 минут и двигаемся мы в сторону комплекса Кроус-Роуд-Вальдивст. Он расположен на острове Музыки-Фушево, Атоле Южный Мале, в 8 километрах от столичного аэропорта. В такой близости есть свои плюсы и минусы, но о них позже. Сам комплекс включает в себя три небольших острова, они между собой соединены пешеходными мостами на двух расположенной отеля, а один центральный марина. Некий развлекательный центр под открытым небом со стоянкой для яхт, площадками, бутиками, сувенирными магазинами, ресторанами, спа-центром, ивент-холлом, и даже здесь есть музей. Все три острова, насыпные раньше здесь была просто мелководная лагуна, на остров привезли и высадили не только цветы и кустарники, но и взрослые пальмы, которые успешно прижились и теперь совсем не скажешь, что еще пять лет назад здесь ничего подобного и не было. Однако создатели отеля не остановились на сухопутных работах. Собственного рифа здесь не было, и потому в лагуне бережно высадили здоровые кораллы, и на этих подводных грядках сегодня уже снуют разноцветные рыбки. Такой риф отлично подходит для того, чтобы обучать снорклингу детей, а для тех, кто любит плавать с маской. В настоящем рифе три раза в день организуются поездки за дополнительную плату от 45-65 баксов в зависимости от времени суток. Ближайший риф находится в 10 минутах езды на катере. Напиток, который Welcome Dream нам принесли имбирь, и что еще там? Лемонграсса первая, я забыла. Имбирь первое, что бросается тебе на язык. Но опять же-таки после дороги вообще неплохо освежается. А еще мы приехали сейчас в отель. Сайлакун, байкьюри, кьюри коллекшн байхилта. Кьюри коллекшн байхилта. Я потом Женин голос наложу сюда, чтобы все красиво звучало. В общем, суть в том, что выглядит это не совсем как мальдивская история, а на самом деле ты подъезжаешь, и такие своеобразные домики таких очень приятных цветов, даже ресепшн, тут он так несколько удивляет. Ты попадаешь в какую-то сказочную вообще историю, что ли. Интересно, интересно, что нас ждет дальше. Вы, я думаю, уже поняли, что мы остановились в номере отеля Сайлакун. Он входит в коллекцию Кьюри коллекшн байхилтон, и это одно из самых фотогеничных мест, где мне приходилось бывать. Архитектор, который трудился над всем этим великолепием, однозначно заслужил, чтобы его имя вписалось в ассоциативный ряд с этим местом. Его зовут Билл Бенсли, и на счету выпускника Гарварда более 30 люксовых отелей, которые вызывают те же, а порой еще и более, сильные эмоции, чем здесь. Потому что вы не знаете, кто вы будете видеть. Я еще сегодня не пыталась просто говорить, я только проснулась, поэтому даже не ожидаю, какой голос будет. Здесь вот есть такой прекрасный балкончик со столиком. Соседи. Я опушаю, простите, пожалуйста. Мне сегодня подруга задала вопрос в сообщениях. Счастлива ли я оказаться на Мальдивах? Так вот, снимая для вас контент, я даже не понимаю, на самом деле, мне нет времени как такового остановиться и понять это. Я вроде только вчера начала осознавать, что я на Мальдивах, я приходила на завтрак, в головной ресторан, смотрела на это прекрасное море, пальмы, которые вокруг. И вот только тогда я вроде такая, о, я на Мальдивах. И через два часа мы улетели на новый остров. На новом острове история немножко другая. Здесь история более цивилизованная, здесь такая, как вот сказала Женя, она много путешествует. Вот это я-то была аж в целых двух странах. Я-то вам расскажу. Здесь как будто бы маленькая Португалия. Это вот для тех, кто сейчас особенно соскучился по Европе, границы все закрыты, а здесь вот где-то частично это похоже на Вьетнам, где-то частично на Европу, потому что здесь есть целый отдельный остров, там бутики, рестораны, ты идешь, и все время у тебя перед глазами разные интересные здания, все очень красиво сделано, все очень чистенько, вот где бутики, рестораны, там вообще плиточка лежит, что немного странно для Мальдив. Здесь, где мы живем, у нас вот корпуса, мы живем в Кюра Коллекшн Байо Хилтон, это такая, типа, отдельная, аутентичная линия хилтоновских отелей, они очень прикольные, и этот отель, не исключение, он очень такой, своеобразный, в нем сочетаются какие-то, казалось бы, на первый взгляд, невозможные вещи, но они настолько стильные, настолько они максимально уют создают, что этим просто невозможно не наслаждаться, поэтому, несмотря на то, что, да, это не вилла, мы живем в номере, они на вилле, но виллы здесь тоже имеются, просто сейчас, этот отель, он очень заполнен, здесь очень много людей, и вот через мостик, здесь есть еще один отель, Hard Rock, море, вот я только пока что увидела, вот здесь, вот сейчас, с балкончика, до этого мы море почти не видели, потому что мы приехали вообще на закате, и пока мы раскладывались в номере, в общем, уже после того, как стемнело, мы погуляли здесь по округе, но ничего не увидели, кроме лампочек, хотелось оснять сегодня для вас развлечения, начинались они с 7 утра, это йога, но я подумала, что самое главное развлечение на Мальдивах, друзья, знаете какое, это выспаться, поэтому я решила, что йогу можно снять в следующий день, а после дороги нужно немного отдохнуть, потому что, как видите, я сама немного не того, ну что, погнали смотреть, что тут есть, пока Женя там моется, я немного покажу вам, вот здесь вот, я вам говорила, балкон, здесь у нас постели, вот эту черепаху я хранила для вас, эту черепаху можно привезти домой себе, купив здесь в сувенир, мы вчера же не спорили, что там, она сказала, там внутри подушка, я решила закрепить, с самого правильного, действительно там внутри подушка, чудеса, офигенный мешочек, который сообщает о том, что я не хочу, чтобы меня будили, чтобы никто не приходил, не беспокоен, очень оригинальные штучки вот эти, далее вполне себе стандартный набор, стаканы, чай, кофе, кофе машин в этой категории номеров нет, поэтому кофе здесь только растворимый, зато я оценила эти металлические чайники, в одно утро, я заварила там себе чай, убежала работать, вернулась почти вечером, и на мое удивление, чай в нем по-прежнему был теплым, а еще здесь я прям очень оценила воду в стекле, бутылки привозят как правило холодными, так вода дольше сохраняет прохладу, в этом отеле на второй день их не меняют, на пластиковые, и вообще эстетически пить воду из стекла одно удовольствие, и вот подъехал минус этих классных мешочков, мы случайно задели его рукой, он упал на пол и оставил нам вот такую черную россыпь, какой-то крошки, очень похожей на уголь, но это не уголь, завтрак у нас проходил в ресторане Дель Мар, он не менее светлый, презентабельный и красивый, чем разумеется весь отель, еда здесь примерно того же порядка, что и на предыдущем острове, разве что немного более расширен фруктовый диапазон, и именно здесь мы начали наш день с бокала игристого, ну, сами понимаете, место, конечно же, располагает. Субтитры сделал DimaTorzok после завтрака каждый посетитель легко попадает на территорию бич-клаб. Здесь находятся центральные бассейны, пляж с белоснежным песком, коктейльные бары, стоило зайти в туалет, чтобы найти там кое-чего еще. На такое я вижу первый раз. Сейчас мы зашли, мы с вами не только в туалете, мы зашли еще и в целый, наверное, пляжный комплекс для тех, кто пришел сюда поплавать и хочет сделать это с максимальным комфортом. Потому что здесь, помимо того, что есть туалетные комнаты, сзади меня три кабинки душевых, потом мы выходим из душа, помылись, посушились, зашли в комнату, в которой масса ящичков. И эти ящички сейчас, они все закрыты, к ним есть ключики, они пронумерованные все. И здесь хранятся вещи тех, кто пришел поплавать на пляже. То есть для того, чтобы поплавать, не нужно с собой тащить целую корзину вещей, с собой, прямо на пляж. Можно прийти, переодеться, все сделать красиво, максимально эстетично, взять с собой все, только самое необходимое для пляжной истории. Потом вернуться обратно, помыться, переодеться и пойти красиво обратно. Я такого, если честно, не видела вообще ни разу. И это не то, что удивляет, это впечатляет. И ты думаешь, вау, ну действительно можно и на море отдыхать. Очень красиво делать это в максимально чистых, приятных условиях, это, конечно, очень здорово. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, чем больше мы ходим сейчас по этому месту, тем больше убеждаюсь в том, что это какая-то вообще абсолютно другая, более цивилизованная история и не совсем похожая на те типичные Мальдивы, которые многие там представляли, видели на это по телеку. Потому что здесь, именно в этом месте, именно Сай-Лагун, здесь как-то все так обставлено, как-то так сделано, что ты не чувствуешь, что ты приехал в какие-то там дикие джунгли, дикие места, все почищено, поглажено. Даже песочек на пляже, он такой полосочками, то есть ты сразу видишь, что здесь прям супер ухаживают за местом, прям супер его облагораживают, делают максимально комфортным для отдыхающих. Ну и в принципе здесь отдыхающие немного отличаются, здесь более возрастная такая аудитория, публика. Уже второе место, где я обращаю внимание на то, на каких языках вокруг меня разговаривают, и здесь, при том, что тут достаточно много русских, но я не так много слышу русской речи. Здесь есть европейцы и русские, и все смешались, и все, никто друг другу не мешает, все наслаждаются отдыхом. Максимально цивилизованно. Значит так, рассказываю, что тут в ванной, мы уже немного тут тоже одобрались, и теперь можно все по чесноку рассказать. Ну, во-первых, тут, конечно же, тонна наших шмоток, всяких разных косметозов, хотя на самом деле не так уж и много. Самое, что первое бросается в глаза, когда мы вчера стали собираться, мы поняли, что в нашем номере нету зеркала, в полный рост. В смысле нет зеркала в полный рост? Короче, для женщин зеркало в полный рост важно, поэтому, если вдруг меня будут смотреть какие-то ательеры, имейте это в виду. Потому что здесь, например, вот эта вот часть, она добавляет, конечно, света, и она все время светит, потому что это окно на улицу выходит. Но вот эта вот штука, конечно, круто, что здесь сделано вот так вот, я могу отражаться, и здесь сейчас смотреть, и видеть, как у меня там что сзади, или когда я сушу волосы, я могу развернуться, и увидеть в то зеркало, что у меня сзади происходит. Это, конечно, удобно, но неудобно, неудобно стоять перед этим зеркалом, потому что раковина находится здесь, следовательно, я стою посередине, и что я вижу? Половину своего лица. То есть это как бы не очень удобно. Хорошо, что есть розетка, прям здесь, в ванной, потому что в предыдущем отеле у нас не было вот этой истории, и было немножко тоже странно, что розетка находится в гардеробной, далеко от зеркала, и сушить волосы было не очень удобно. Потом здесь, в этом отеле, абсолютно шикарная косметика. Вот у нас здесь воде лосьоны мы заказали, и такие тонкие, такие мягкие, такой у них тонкий вкусный аромат практически не ощущается, что пользоваться этой косметикой можно бесконечно. Мыло для рук тоже касается. Смотрите, какую щетку мне прикольную принесли. Она такая, типа, деревянная, но на самом деле она пластиковая, но создает впечатление дерева и тоже добавляет такого антуража. Есть зеркало вот такое вот, увеличивающее. Не знаю, я на самом деле таким не особо пользуюсь, но кто пользуется, я думаю, для них тоже важна эта история. Такие краны очень аутентичные, очень... Вот вы знаете, вообще, в принципе, отель создает впечатление такого, знаете, действительно какой-то люксовой роскоши, потому что здесь, несмотря на то, что это такая антикварная, типа, коллекция, сделано все настолько детально, настолько все сочетается и со вкусом, что ты просто кайфуешь от каждой вот этой вот мелочи, и это добавляет определенного удовольствия от пребывания здесь. Душ. Вот здесь вот это вот стекло прекрасное. Оно, конечно, супер классно выглядит, но вот сюда вот на эту вешалку я уже не рекомендую ничего вешать, потому что все равно, когда ты моешься, какие-то капли отсюда, они вылетают и могут попасть на вашу одежду, особенно если вы моетесь и разбрызгивается все прям во все стороны. Офигенные халаты здесь, прям вот я такие халаты еще нигде не встречала, но знаю, что многие отели их используют. Вот эти халаты, они, во-первых, как кимоно, во-вторых, они суперудобные, мне нравятся, что они тоненькие, из такого тоненького сица, легкие, супер-пупер, в таких жарких местах. Это важная деталь. Например, мы были в предыдущем отеле, вафельные вот эти вот халаты, ненавижу просто, а вот эти вот обожаю, и ношу их абсолютно с удовольствием. У них приятный вот этот вот бирюзово-синий цвет, и они вообще суперкомфортные, мне нравится в них ходить. Потом здесь же унитаз находится, он супернизкий, на самом деле даже немного неожиданно, но в целом унитаз как унитаз, ничего особенного такого не скажешь. Еще что мне понравилось, это то, что здесь есть вот такой вот фен, он лежит внизу, вот здесь вот в тумбочке, мы его вот так достаем, прямо на чехольчике в таком, достаем из чехла, вот фен. На первый взгляд он выглядит очень внушительно, он такой большой, типа профессиональный, но на самом деле он не супермощный, но голову сушит тоже так себе, что в очередной раз возвращает нас к мысли какой, что пора покупать хороший дорожный фен. Но этот фен сушит получше, чем многие другие. В этих ящиках ничего нет, есть полотенце вот здесь вот, еще раз вот косметика, причем у нас здесь был изначально минимальный набор косметики, но так как здесь есть приложение, в котором ты можешь решить абсолютно все свои вопросы, связанные с проживанием в отеле, очень легко, не надо никому звонить, ты просто заказываешь в приложении то, что тебе нужно, прям там есть каталог, ты заходишь в этот каталог и выбираешь, там дополнительно заказывали ватные палочки, воде лосьон, набор зубной щетки с пастой. Очень это удобно в нашем 21 веке, хорошо, что отели тоже эти вещи уже используют во все. Еще практически во всех отелях есть вот эта штукенция, это фактически биде, и это очень удобно, и удобно, что это не только в номерах, но и в ресторанах, особенно для тех, кто использует вот эту вот функцию. Я думаю, что они обязательно это заценят, мне лично очень это нравится. Еще здесь написана вот такая вот табличка, в какое время вам рекомендуется посетить ресторан. На завтрак с 7 до 8 утра, так уж и много людей присутствует, то есть там вообще с лоуле режим с 8 до 9 утра. Немного занято, прекрасное время для брекфаста и общения. И с 9 до 10 утра очень, типа, там высокая загруженность, супер много людей, но мы сегодня были как раз в период с 9 до 10.30 утра, и знаете что? Никакой высокой загруженности мы там не заметили. Вот. Так, ну а теперь я пойду мыться, и потом мы пойдем снова дальше снимать. Есть у отеля еще один пляж, он находится со стороны ресторана Miss Alifoil, и тут же есть коктейльный бар, где можно заказать себе какой-то еды. Мы решили пообедать для разнообразия здесь, и вот какое дело! Оказалось, что на острове есть один очень неприятный момент. Это мухи. Их тут прям сказать дофига. Я не могу сказать, с чем конкретно это связано, но возможность расслабленной есть на свежем воздухе, эти крылатые явно омрачают. И так как я вам пообещала трушный влог, вот смотрите, как выглядит идеальный обед. А вот это, как выглядит он на самом деле. Я знаю, это не очень, но это чистая правда. Подобный гнус здесь, кстати, регулярно травят, как и на других островах, не самым приятным для посетителей способом, если ты вдруг уж столкнулся в этот момент с этим облаком дыма. Таким образом на Мальдивах травят комаров и мух, походу. Но с мухами у них не очень получается. Именно на этом острове. Потому что на Фуровере мух не было, были какие-то мошки, чуть-чуть комары, которые не особо заметны. Их, кстати, так же, да, там травят, да. Короче, везде на Мальдивах вот таким образом... Обрабатывают, не травят? А, обрабатывают? Воняет это какой-то вообще сжженой резиной. Пить? Не очень. Как у любого хорошего отеля, на Мальдивах здесь есть отделение под названием Water Sport. Здесь можно узнать все подробности по поводу дайвингов, заплывах, рыбалок и прочего. И, конечно же, здесь есть и то, что представляется дыхающим бесплатно. Мы на этот раз не стали повторяться со снорклингом, а решили впервые сесть за весло каяка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мальдиве значимо будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА у нас есть небольшое совсем количество времени для того чтобы разобраться с каяком но суть в том что чувак который выпустил нас в море не объяснил этого и мы кружимся пока короче мы крутимся на месте я хорошо устроилась я нагребется а я тут кайфую хорошо получается хорошо так с ветерком идем с ветерком я постепенно начинаю вспоминать как нужно грести делаю это из своих уроков по сапу которые брала в находке вообще прошлым летом видать не зря училась потому что мы смогли сплавить аж до середины моста фух ну я кстати фитнес фитнес надо пробовать вот прикольно еще прозрачная лодка с прозрачным дном можно плавать рыбок видеть смотреть и красивые фоточки делать плавали 10 минут устали просто как будто бы весь день провели здесь заберите на что-нибудь водку еще одна активность которая я точно не ожидала увидеть стандартной программе развлечений на мальдивах это йога она идет час начинается в 7 утра чтобы вы понимали выходя из номера у меня камера запотевала так там душно в это время но несмотря на такой климат на мое удивление начать день с практики решили гораздо больше людей чем я предполагала помимо этого здесь есть классы по аква йоги например для разнообразия кто не любит йогу кто любит больше в воде кувыркаться есть такие штуки как росписи на кокосах но мы так не попали на этот мастер-класс потому что перепутала дни сори друзья очень хотела его снять для вас но не получилось вчера прошел тайский новый год мы видели только приготовление к этому тайскому новому году хотя по программе он был до 10 30 длился но мы были там уже 8 часов вечера и 8 часов вечера уже было не было ничего то есть нужно было приходить днем для того чтобы увидеть самую такую активную часть там что-то мы видели уже на полу было раскидано было что-то грязное в общем там что-то явно запускали бросали была какая-то движуха которую мы тоже пропустили но вообще как вы сами понимаете на мальдивах и именно на этом острове можно просто поплавать и поразглядывать крабиков мы переехали в другой номер бич номер но бич не от слова бедняк у тех кто в южном жил в хабаровске бич это у нас начал бич без регистрации который живет на помойке в общем вот это вот бич у которого нету денег а здесь бич номер это значит бич от слова пляж с английского вообще-то так переводится поэтому мы при переехали в номер с выходом на пляж единственный нюанс этого номера нюансик такой маленький это полное отсутствие приватности как бы вот просто есть разные тут корпуса тоже корпус котором находился наш предыдущий номер с балконом вот он был по более приватный потому что там в принципе пляж мини такой используемый не супер удобно заходить в этом пляже потому чтобы поплавать нужно было уходить как раз таки на этот пляж куда выходит вот сейчас наш балкончик наша терраска и здесь мы вот заехали видим сейчас обнаженные леса других отдыхающих прекрасные прекрасные виды но в целом знаете как бы мы на мальдивах мы не жалуемся как бы я так предполагаю что вот эти вот места вот эти вот они предназначались для тех кто как раз таки как мы уходят с виллы такой и ложится там отдыхать но не тут то было вот наша терраса а вон пляж заняты лежать и обновленные телеса гуляют прям проживание в отеле это прям миллион нюансов потому что вот например предыдущем номере он абсолютно аналогичный кроме выхода на террасу на улице там балкон было у нас сейчас выход на пляж но в целом в остальном во всем номер абсолютно одинаковые но вы только сейчас я поняла когда высушила голову что вот здесь вот висит лампочка вот надо мной она также точно висела в предыдущем номере суть в том что эта лампочка висела тогда настолько низко вот примерно вот на такой высоте что подходя к зеркалу ну она просто закрывала половину зеркала и я себя в нем не видела так вот можно увидеть что лампочка находится надо мной и я могу спокойно на себя смотреться в зеркало и сушить голову делать все что мне нужно буквально вообще в нюансах скрывается мне кажется на ресепшене когда у вас спрашивают нравится вам или не нравится проживание в этом номере мне кажется можно всегда сказать что лампочка блин ребят у вас висит здесь неудобно я ничего не вижу ну по крайней мере в этом отеле насколько я поняла можно вызвать электрика он придет и потянет ее и так как острова целых три и между ними от края до края достаточно большие расстояния то обходиться без транспорта здесь не получается либо рабочие машинки которые курсируют как бесплатное такси либо можно оформить на ресепшене велосипед и колеси на нем сколько тебе угодно и когда угодно есть даже с детскими креслами Друзья мы с вами сейчас находимся в discovery центре это одно из очень классных развлечений которые вот лично для таких как я хочу все знают вот идеально подходит потому что здесь на самом деле по расписанию можно прийти на какую-нибудь дискуссию либо лекцию про то как спасать черепах всевозможные подводные миры и в общем очень много всего интересного но самое прикольное что мне больше всего понравилось мы сейчас пришли и увидели что здесь есть целый музей и музей такой полуинтерактивный то есть его будет интересно посетить не только родителям но и детям потому что есть всевозможные такие маленькие интерактивные викторинке типа достанься бери пазл посмотри где какое животное живет и на самом деле это очень классно потому что это не только развивает но еще и вовлекает как-то в процесс и в целом когда ты здесь находишься и погружаешься в эту историю связанную с подводным миром но для людей которые любят что-то изучать в этой жизни я думаю на мальдивы прилетают очень много таких людей для них очень здорово вот получить вот такую возможность еще и со стороны как бы науки потому что здесь представлены все равно какие-то научные данные в том числе можно пройти здесь экскурсию я видела тут вообще девчонки сидят прям в библиотеке что-то пишут самом деле очень необычно встретить такой на мальдивах вот что я вам скажу я думаю что я не успею и мы с вами сейчас хард-рок отель и это и пока что первый номер семейный дуплекс и я могу сказать свои первые эмоции то что я вижу сейчас я пока что не видела вообще ничего подобного в своей жизни это настолько идеально соответствует моей картине мира когда ты приезжаешь со своим маленьким сыном куда-то отдыхать на мальдивы куда-то и отдыхаешь вот в таком месте это просто мне не передать слов я вам дальше расскажу что меня потрясло больше всего как я уже говорила весь комплекс разделен на три части две из которых это отель и так вот по иронии когда мы попали на остров хард-рок отеля конечно же там не понравилось больше сай лагун и хард-рок это два абсолютно разных пространства здесь отличается все вплоть до косметики в номерах все абсолютно пространство пропитано одноименной атмосферы но это не значит что здесь грохочет тяжелый рок из под каждого куста и на развес раздают кокаин музыка которую вы услышите принадлежит разным жанрам и вся она очень даже приятная и хорошая музыкальная же изюминка проявляется в разных абсолютно неожиданных мелочах начиная от гитарного узора на постельном белье до музыкальных реликвий на стенах ресторана сэшэнс в номер можно заказать проигрыватель с виниловыми пластинками своих любимых исполнителей даже попросить гитару чтобы помузицировать на закате не вставая с постели это ребят я хочу сказать для меня лично было просто легендарными такими нюансами которые поразили самое сердце что и 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 Что мне надо для счастья? Возможно, заказать гитару в номер и ксилофон. Звук вышел какой-то. К слову о детском отдыхе, этот комплекс из всех трех локаций, на которых мы были, оказался самым оснащенным детскими развлечениями. Местные детские клубы просто свернули мне мозг и поразили в самое сердце. Мало того, что здесь можно организовать няню для своего ребенка, но эта услуга доступна практически во всех отелях. Помимо этого, детские центры, которые есть, они здесь настолько оснащены всем необходимым, что, будучи даже взрослым, хочется зависнуть здесь на несколько часов. В хард-роке, который и без того запал мне в самое сердце, для своего чада можно организовать даже целые уроки музыки. Ну, или вот вы видите, есть настоящая площадка, где можно устроить концерт полноценной рок-банды. Ну, ты прям вообще прирожденный барабанщик. Самое, что прикольное, что мне понравилось в этой истории больше всего, что ты можешь жить на одном острове, но тусить ты можешь ходить и к соседям. Единственное, что общие обеды и завтраки вы будете есть в разных ресторанах, но в целом сама вот эта концепция того, что ты можешь основную часть времени проводить в отеле, который тебе нравится больше, но при этом там тусить, например, захотел. Здесь тебе стало скучно, с нами это случилось буквально вчера. Стало немножко скучно, мы пошли посмотреть, что есть у соседей в хард-роке и на самом деле нашли там, во-первых, неплохой мексиканский ресторанчик, где я попробовала интересные блюда и вкусные креветки, а во-вторых, там выступают бенды музыкальные. Вообще, в принципе, так сложилось такое впечатление, что вечером там движухи как-то больше, то есть там есть музыка, там есть неплохие барчики, они работают также 10.30-11 вечера, но еще там есть кинотеатр под открытым небом и днем там есть горка водяная, которая спускается прямо в бассейн. Это очень прикольно, потому что здесь, например, такого нет, здесь более такая какая-то... В наших кругах это называлось мажорская тусовка, когда люди просто вальяжно гуляют по пляжу, лежат на лежаках, попивают коктейльчики, там фотаются в бассейне. А как таковой самой активности, веселья, которую любит обычный простой рабочий класс, ее как таковой здесь практически и нет. В общем, все это вот там вот сосредоточено на хард-роке. Это я вам еще не рассказала про рестораны, про спа, про то, как мы ходили в хард-рок-кафе, купили в хард-рок-шопе стаканы, как пробовали Том-Ям в Мистери Том-Ям и много чего еще, что я желаю каждому из вас попробовать. Однозначно, на острове есть свои плюсы в плане активности и скучно здесь точно не будет. Минусы в плане какой-то сокращенной природной фауны и сильной близости к столице Мальдив. Ее буквально видно здесь с берега. Ее и корабли, которые обслуживают город, ну каждый выбирает свое. В следующем видео я покажу еще один отель, который больше похож на типичные Мальдивы высшего разряда. А пока подписывайся на мой канал, пиши свои комментарии, потому что среди вас в последнем мальдивском выпуске я разыграю вот такой презент. Бирку на чемодан, который я привезла прямо с экватора. На этом пока все. Подписывайся на мой канал, если еще этого не сделают. Смотри другие мои видео. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Комментируй это видео и увидимся с тобой в следующих выпусках. С вами была Яна Алексеева по наехавшему влогу. Пока-пока!